всем добрый день привет всем дорогие мои подписчики сегодня я работала сегодня суббота отработала первую смену и после работы заехали с андрюши в бедронку вчера позвонила моя подружка татьяна и сказала что бедронка закрывается на ремонт и будет распродажа всех товаров которые идут свежие да ну не консервации со скидкой 30 процентов ребята вы сейчас увидите эту закупку не то чтобы вы знаете из голодного края но правда цены такие хорошие были и товара было очень много несмотря на то что бедронка открывается в 6 утра вот андрюша отвез меня к пяти на работу сегодня работали с пяти часов утра и где-то туда-сюда где-то часов наверно он в семь поехал в бедронку говорит таня даже нет тележек свободных ну то есть музыка воде да очень много чехов было ну в общем он там кое-что взял у основного мясо молоко масло ну сливочное такое потому же после работы у меня забрала мы заехали и я там выбрала на слов то есть уже на свой выбор да что-то кое-что взяла такое что ребят сейчас вы увидите такое что готовы готовы к шок-контенту сейчас вы увидите я хочу вам показать что в бедронке видите какие пустые полочки бедронка закрывается на ремонт и сегодня самого утра распродажа все товары со скидкой минус 30 процентов чешская панство было тут с утра 6 часов даже не было музыка в этих сосуды приехали уже час что это за драники куда приехали сейчас час дня ну тут остатки из промороженная рыбка промороженная людей где немного уже тоже брать эти уже все набрали очень долго положились 30 процентов на и скидку палки что это за рыбал Сколько за килограмм? 44,90. Возьму вот эту одну и минтай. Один минтайчик. Сроком годности все в порядке, уже проверила. Андрей был мы тут с утра, он уже все купил, все что надо, он купил. Вот селень, грудка индейки есть. Возьму Машеньки. Курчак. Ну, в общем... Андрюш, едь сюда, зай. Что это за пакет еще? Тебе опять кто-то что положил? Что это за... Нет слов. Это тут еще нет фруктов, понимаете? То есть мы брали как бы... Фруктов не было, только апельсины, киви, ну, кое-какие яблоки. Не было вообще никаких ни слив, ни малины, ни голубейки, ничего этого уже не было. Ну, утром Андрюша... Ладно. Всего на всю жизнь не накупишься, тем более ни одной же голубикой, да? Ну, хорошо, ребят, покажу вам, что мы купили, и скажу, сколько мы за это заплатили, и сколько мы заплатили за все это изобилие, если бы покупали это без скидок, да? Так. Молоко. Мне кажется, магазин Бедронка мне должен дать пожизненную скидку, понимаете, сколько рекламы. Вот, 4 литра молока, кефир, масло. Масло экстра. Это очень вкусное масло. Ну, по крайней мере, нам оно нравится больше всего, 82% жирности. Здесь я дотянусь. Ой, боже. Да, 82. Так, пицца. Пицца, сейчас мои голодные просят кушать, я быстренько вам записываю. Пицца, парашютто, бурата. Вот такая вот пицца. Я не буду называть ценой, я назову общую сумму. Ну, а там уже сможете сравнить, если кто захочет. Филе индейки. Две упаковки, вот такие большие, филе куриного. Лопатка. Отбивная. Вот это отбивная. Я вам покажу, чтобы вы видели. Вот сколько тут. Две упаковки. Это куриные стейки. Свежие, класс А. Так, это две упаковки куриных стейков. Вот эта часть, видите, где желтенькие. Она обозначена на курочке. Вот эта вот часть. Такая мягенькая, без самой гамилочки, без ножки. Так, а тут у нас что? Так, надо было стул убрать, чтобы обойти нормально. Это тоже отбивная. Это утром еще Андрюша. Я его заставила достать с морозилки. Это все отбивная. Опять упаковок отбивных. Там, не обращайте внимания, то хлебушеки. Перекладывался, перекладывался, чтобы хоть в одном месте лежало. Ну, вот это вот мясо, да, вот это все мясо. Я не знаю, сколько мы будем есть. Наверное, полгода. Так, дальше что тут? Ну, вот кофе и оливки, это единственное, что было не по акции, а и зубная паста. Суши, Маша, вот такие вот. Маринера, хорошая фирма. Родных продуктов, всяких там морепродуктов. Андрюша взял себе, ну, нам, вот такие вот. Сардельки, Маша, такими. Это она только не столько шинки. Вот такую шленскую колбаску. Шленская колбаска, дорогие мои соотечественники, как у нас краковская. А краковская здесь, как у нас ветчина. Так, не знаю, что это за рыба. Ребят, напишите мне. Моршишчук какой-то. Моршишчук. Моршишчук, не знаю. Аргентинские. Это филе. Слови в бедронке. Удачная рыбалка в бедронке. Это я вам перевожу. И два филе ментая вот такие. Ну, две упаковки филе ментая. Это все охлажденное, это не мороженое. Дальше вот такую колбаску с салями. И вот такую классическую. Сыр себе Андрюша взял, он его очень любит. И две упаковки сыра гауда. Вот такие вот в брусках. По 400-800 грамм. Не знаю, сколько грамм. 200. Килограмм, в общем, сыра. Хлебушек булочки и белый хлеб круглый. И теперь овощи пошли. Все же я назвала все овощи лук. Андрюша сказал, будет делать завтра икру с баклажаном. Такой баклажанчик взял один. Этой Маша взяла кукурузку. Она уже была по акции 5 злотых за штуку. За штуку 5 злотых. И еще минус 30% скидки на него было. Посчитайте, где-то 3.50 она вышла получается, да? Ну и хорошая цена. Так, теперь две упаковочки вот таких вот. Как это называется? Шампиньонов. Я купила вот завтра. Завтра не работает именно. Блин. Ну ладно, я положу в холодильник. Он не пропадет. Огурчиков куплю тут на рынке. И сделаю малосольную. Малосольную ем только я одна. Потому что в бедронке огурцы даже со скидкой дорогие. Так, лучок. Капусту сегодня буду тушить с мясом. Орешки тоже были по акции. Орешки, миндаль. Сколько тут грамм? 400, по-моему. Ну такие вот огурчики. Я говорю, огурцы были дорогие. На малосоль этих, они хорошие будут. Но цена была. Ну и вот такие, они уже были тоже помидорки по акции. 7 злоток они стоили еще минус 30 процентов. Ну вот как бы и все. Есть не переесть. Так, а теперь я вам озвучу цену. За все это изобилие мы заплатили. Ведь и тут нет ни макарон, ни круп, потому что все это было без скидки. Так можно найти по скидке в других бедронках, да, или в кауфланде. Ну в принципе у меня и макароны есть, у меня все такое есть. За все это мы заплатили 420 злотых. А если бы мы покупали этот товар без скидки, мы бы заплатили на 204 злотых больше. То есть 624. 204 злотых у нас скидки получилось. 420 мы заплатили и 204 скидки. Ну 30 процентов. С 600 злотых, так если бы округлить, да, то мы заплатили только 430 процентов. Так и вышло. Просто чуть-чуть там побольше, потому что кофе без скидки был, оливки и зубная паста. Ребята, я очень счастлива, честно. Во-первых, не надо тягать эти торбы, не надо думать обо всем. Сейчас я переключу камеру на себя. Вот она я. Вот она я. Да, ребят, это не то, что вы знаете там, может кому-то не совсем понравится такое видео, как бы скажут там, может хвастая. Я ещё, знаете, я уже за всё переживаю. Я не хочу никого не нагружать. Боже, сохрани, вызывать зависть. Ну я вам так скажу. Если люди завистливые, чем это за это еда, да, это продукты. Они в любом случае будут завидовать. Я просто говорю, что может кому-то пригодится из моих соотечественников, которые сейчас в Польше. Я думаю, что это не только в нашей бедронке, которая закрывается на ремонт. То есть в нашем городе, именно в этой бедронке. Я думаю, это такое. Вообще в сети магазинов бедронка такое есть. Вот как бы вам сказать такое. Как это называется? Ну так делают просто. Вот так поступают, когда магазин закрывается на ремонт. Может не только в бедронке, может ещё в каких-то других магазинах. Понимаете? Ну чтобы люди знали, если услышат, что там где-то что-то там. Танюша, Танюшечка моя напарница, моя дорогая. Огромное тебе спасибо. Всего сердца. Спасибо. Вот. Что ещё хотела сказать? Если бы не Танюшка, я бы этого не знала. Я рассказала девочкам на работе, вот с кем я в смене там, да. Кто был там сегодня на работе, кто работал в субботу. Рассказала. Люди тоже пошли себе там кое-что выбрали. Ну так, знаете, чего не поделиться-то. Каждый хочет сэкономить, естественно. Потому что и заработки даются нелегко. И хочется сэкономить. Я же говорю, что... В общем, думайте как хотите. А я не то, что хвастаюсь и делюсь с вами. Если вдруг какой магазин будет закрываться на ремонт, вы услышите, держите ушки на макушке. Вдруг, вдруг будет вот так вот. Но это первый раз. Тут я два года уже в марте. Вот было два года вот здесь в Польше. Это первый раз я о таком услышала. Благодаря своей Танюшке. Честь Танюшка. Спасибо большое. Еще раз. Никогда не устаю благодарить, ребят. Ну а что? Доброе слово и кошке приятно, понимаете. Тем более, если человек действительно помог и посоветовал. В общем, да. Ребят, у меня вот в голове такая мешанина, понимаете. Еще сейчас как гляну. Это я выбрала, как вам сказать. Кусочек кухни, где порядок. И тут щетка тут стоит. Щетка тут стоит подметать пол. Маша у меня подметала. Я говорю, дай-ка, зайка, я запишу. Попозже тогда будет. Сейчас быстренько пиццу сделать. Я молочка выпью. А передохну полчасика, может быть. Или сразу примусь за уборку, готовку. Мне, прежде чем начать готовить, надо поубирать, понимаете. И я запишу видео и выложу его. Не знаю, ребят, получится ли у меня вставить вам в это видео тот кусочек, который я записала в бедронке. Все мои походы по магазинам. Один раз мне сделали замечение. Это было в мровке, что нельзя снимать. И сегодня опять попала на такое, понимаете. Мне сказали удалите видео. Но видео-то я удалить-удалила, а только же оно осталось. Все равно в корзине-то оно осталось. И я не показываю, вы не можете показывать цены. Но я же не буду с ней спорить. Сказал человек удалить видео. Я удаляю. Этог Heather у вас в магазине. Я говорю, ну я же не знаю, что ему… Вы же не написали тут директора... Будьте осторожны. Понимаете, скользкий пол, будьте осторожны. В бедронке директор, в бедронке, будьте осторожны. Вы же нигде об этом не написали, поэтому я не знаю. Что если директор-то что делать? завязать бантики что делать эти директора шарики по надувает что у нас директор вы не можете показывать цены я уже не стала спорить с ней говорит что я не цены показывая вот так быстрым мельком понимаете просто показала как выглядит магазин когда вот распродажи да ну и не знаю ну удалила дали ребят по честно как вы считаете я обошла все двери входы и выходы и нигде не нашла что написано что съемка запрещена но спорить я не стала я там была по делу я уже уставшая с работой чего я буду грызть а тем более на грозни у меня не хватает словарного запасу ведь у меня хватает слова словарного запас сказать спасибо пожалуйста извините и как пройти библиотеку на это у меня хватает или там по работе или что там уже где а на ру на поругаться у меня словарного запасу не выставьте не научилась и не собираюсь честно говоря ну в общем встретили мы с ответить чаще свиньков там все что этими высоким понимаете и пришла одна женщина с двумя детками мамочка с двумя детками и она пакует там что-то хлебушек до булочки и говорит положи в корзину положи вузык положи вузык вузык это тачка да вот это вот проволочная на колесиках на нож дитё ходит и носит и носит шоу свой вузык положит шоу наш а я что же стою в овощи там помидоры помидоры огурцы смотрю на все какие-то булки с маком еще что-то там лежит андрюша где-то пошел в другую сторону и поди кофе возьми сказала им приходит решит и булки с маком купил а тут слышит а мамочка говорит вот ну я слышу что даже не по-украински на май на моем языке говорит а ты а ты какой вузык положил сыну говорит лет шесть может он не свой положим так смешно вышло много-много даже в нашем городе много украинца для такого маленького коротка много соотечественников это хорошо это замечательно полубались друг другу ну каждый по делам понимаете продукт окончаются ну это уже не такая редкость как было раньше что вот встретил там да когда мы сюда приехали два года назад в июне месяц переехали 100 в середине июня вот в июне будет ровно два года а вообще польшу приехали нам уже три месяца в лодзе да вот кто смотрит мне давно знает всем привет мои подписчики мои все комментаторы все вам огромный привет вообще всем моим подписчикам огромный привет и тем кто новый на моем канале мы тогда ходили в пиццарию палермо мы счет в альфреда тогда не заходили мы туда тут сюда вот вниз от нас и хозяева говорят нам а вы знаете что тут тоже есть украинцы два двое парней они туда горит снимают жилье работают и говорит вы с ними не знакомы андрюшка нет а маша говорит пони украина очень большой украина очень большая все же не знаешь вы знаете может как друзья или еще что-нибудь мало ли знаете друг другу сказали там и приехали но а сейчас я же говорю очень часто правда машина школе всего двое деда кроме нее мальчик по моему в пятом классе кто-то там из первоочков вот так ребят ну что я думаю ладно я потом еще что-нибудь запишу это же я про бедронку ребят напишите мне пожалуйста мне очень очень понимаете я ведь снимаю то что есть это что происходит но ведь я могу снимать и что-то другое если вам интересно что-то другое вы тоже мне пишите пожалуйста если вам интересно вот такая повседневная жизнь потому что я вот смотрю да у меня все за обзор покупок обзор ну чем тут живем работаем чем мы живем поедем в отпуске он тоже поснимаю вот были в я с чем вы ездили он снимала в общем мне когда-то еще давно наверно год назад девочка написала 1 что вы все время хвастаетесь купят кроссовки и хвастаются на весь youtube где там у меня весь youtube ребят вы же видите сколько вас подписчиков может быть скоро будет 1200 это не так много но не знаете не так я же не для заработка и для того чтобы поделиться и как вам сказать подружиться дружить общаться я очень люблю разговаривать если люди любят слушать а я люблю разговаривать люблю делиться и даже мне бывает я вот разговариваю со своими друзьями с подругами на не за мне никогда никто не делал замечание там над люди просто воспитанные мои друзья только воспитанные люди ну я не буду молча сидеть и слушать так под переголову найти так я буду вставлять слова спрашивать переспрашивать уточнять что-то свое рассказывать там это вот такая будет оживленная беседа знаете шаш чеки могут захореться такие так чтобы засыпать при размой это не моё поэтому я же говорю что подписчики хоть медленно добавляются и я знаю я смотрю что же блогеров смотрю что проходит не один год и не два года когда люди набирают туда вот там подписчиков и уже кое-какой заработок получают потому что быстро только кошки родятся так думаю или кто-то порекомендует но опять же у меня же нету не такой контент не такой канал чтобы у меня там было что-то да такое сверх 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 просто как я вот смотрю до обычную жизнь обычных людей девочек там семьи какой-нибудь и я смотрю и просто мне уже интересно же годами смотрю до какой-то хороших друзей сейчас мне сейчас меня найти шубу это все есть хотят ладно ребят встретимся своим попозже это ушла в магазин не закончилась соли на посудомоечная машина загрузила посудомойку и ну если не добавить соли останутся белые разводы я вышла в магазин села и сижу состояние вообще наверно давление понизилась я засыпаю на ходу записала вам видео это сколько было часа три наверное и легла и задремала на два часа уже приехал андрюша с работы еле у себя вышкребла с кровати выпила кофе мылась оделась собралась магазин сижу слушал как птички поют ой я не могу не надо посмотреть сковородку муровку идти неохота пыду в кауфлан там за одну соль куплю посмотрю что там собралась в этом месяце купить хотя бы одну диаметром где-то 24 сантиметра или 26 . 28 у нас есть она очень большая но она уже она уже пришла в неугодность сумму на затопе ну для 6 дней отработала 6 дней 5 дней по 11 часов шестой день вот 8 часов устала просто верно я устала стирка дома скопилась немного но есть уборка готовка а не сижу слушаю как птички поют какое все зеленое какое все красивое идемте ребятки потихоньку тихоньку главное потихоньку не было в бедронке и не купили мы яиц а надо потому что андрюша бывает у меня на выходном завтра скорее всего что будет работать бывает готовит что-то ну и так яичницу поджарить тоже хорошо да в кауфланд но здесь бедронку вот пониже ну и так не видно она там той стороне за заправкой а кауфлан здесь сможет мне еще в кауфланде сделать замечание сегодня будет замечание за то что я снимаю в магазине как вот эти пусты интересные называться не так красиво цветок вот только начинают пахнуть такая пасмурная погода будет всю неделю понедельник обещает дождь с грозой сейчас посмотрю какие сковородки в кауфланде я видела мне понравилось деликатесном центре но она бежевого цвета а у нас газ это постоянно будет она там что-то лучше мне надо будет драть а там такое покрытие знаете на как она называется в общем толку с этого не будет если плита была электрическая еще можно было как-то подумать об этом обычный купить сковороду сковороду я еще так подумал мне даже можно и без крышки в крышке то у меня есть стеклянные с ними все в порядке крышкам ничего не сделать сковородки пошабашили но одно уже больше двух лет автору где-то два года уже пора менять их на еще харьковская на центральном рынке покупали на благовещенском базаре официальное название центральный рынок и станция метро так называть так сейчас главное же тут вон бедронка там внизу у нас чтобы не было машин десяток яиц соль для посудомоечной машины все наверно ну вот такая 20 сантиметров зажарку сделать яичницу поджарить сорок пять золота мы 26 есть 95 золота но они вот красные и они какие-то знаете не глубокие ну как не знаю как вам объяснить ну вот вот это вот глубина это 120 надо огромное не хочу так у нас была такая ничего хорошего еще андрюшку под так вот можно купить черненькая и она поприятнее так а сколько тут это 24 сантиметра сейчас андрюшку своем это 40 золота позвонил спрошу ухожу ребят ничего не взяла там цены попутаны все сковородка тефаль 28 сантиметров без крышки стоит 100 злотых позвонила андре он говорит на собрать то тефаль то не ну смотри они дорогие может быть я думаю ну что я в эту в этом месяце одну да и следующем 2 куплю поменьше или побольше 9 час ребят я иду в поисках сковородки кстати не было этого соли суммы для размыварки там не было не помню до скольки работа деликатесный центр и сам вообще до восьми я стану еще без соли а то будет цирк оттуда ходил а мне сразу дойти нету соли для посудомоечной машины блин скольки же деликатесно работает может не в бедронку соль пойти поискать быть вернее всего должна быть соль потому что я деликатесный я не попаду еще и посуду придется мыть руками это не мне руки-то не поломаются просто когда мы можешь посудомоечной машине экономишь воду и составит на эконом эту помывку да как эконом мойку экономишь достаточно назначил бы покупать и так не слишком часто не пользуюсь особенно хорошо вымывается но это сто раз уже говорила пластик стекло такой знать всякие там как это сказать видите какими чинухами хожу чинухи это когда такие заросли где-то там труднопроходимые места тут хорошо эти ну что через интернет заказывать у меня маша машем и она как залезет туда и там смотрит смотрит но у нее есть ограничение по расходам ее собственное да как бы и она просто смотрит показывает но заказывает редко я не люблю я ребенок своего времени понимаете человек своего времени не надо потрогать посмотреть особенно если это касается одежды я не люблю разочарование если я уже смотрю то я должна это держать в руках более же доступ понимаете тоже не то что там живет один таракане и у тебя нет выбора нет ничего такого обошла все обошла все закоулки ушла к бедронке сейчас вот и потемнела вот она хоть пришла а я скуповую сейчас вот к вечеру мне стало получше и хоть немного пробудилась пока сковородки выбирала проснулась ребят вернулась и все-таки в калфанд ведронки не было соли для посудомойки вернулась я в калфанд нашла все-таки там соль а нас когда в голове сковородка понимаете то соли не видишь пила соль купила десяток яиц лучки от сковородок пила 2 сковородки хотя думала поначалу взять одну я вам так скажу взял купил забыл понимать потому что месяц еще ждать сковородка уже месяц ждала душа конечно будет недоволен ну как недоволен мне сказал то не может следующий зарплату докажешь следующую я говорю мне видео снимать мне такая сковородка мне страшно смотреть самой не то что показывать людям пыталась как-то нажать пришла дорогу ну в общем купила забыла вот так называется теперь начнем экономить уже сэкономили 200 злотых вот сковородки правильно сэкономили на закупки в бедронке я ему так и скажу главное подготовить аргументы на самом деле то что касается каких-то закупок таких как продукты и хозяйственные товары там об этом думаю я и андрей обычно совсем соглашается что касается автомобиля то думает он да в общем как-то так не знаю я же сама как бы да смотрю на финансы все я знаю можно по себе это позволить или нет поэтому 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 тоже знаете вот он говорит я говорю можно найти дешевле вариант если правильно произношу это спасен соул такая фирма есть еще они одежду выпускают кстати достаточно неплохую кафланде покупала там это как домашнюю так куда ну в общем можно было взять дешевле конечно но там алюминий ну алюминий и покрытия какой-то сер алюминий вредный а то что не вредно то стоит дороже в два раза понимаете и он говорит ну вот следующую зарплатажу следующий в этом уже знаем уже рассчитали все финансы все расходы все как бы оплачено жилье за школу заплачено в курсе никаких не предвидится знаете как сирень цветет это же просто а пахнет как боже держите меня сильно целый букет тут просто я вот так пойду детскую площадочку в общем купила соль 13 злотых яйца 10 десяток яиц сковородки конечно там попутано цены понимать или них намеренно позанижали 28 сантиметров я взяла одну и одну 24 сантиметра 28 стоило 100 злотых без копейки без гроша 24 сантиметра 90 злотых тоже без гроша ну вот то что сэкономили на закупки в бедронке то ушло на сковородке должна чем-то все это мясо жарить ему говорила возьми на работу сковородку внутри то она нормальная она бока там просто вот этот газ блин еще андрюша мне когда готовит он у меня шеф-повар из понимать у него все это вот там брызгает горит летит ну короче он как это называется творит творит а потом нужен договор у нас не такой если он готовит а он убирать ну как он по убирает этот стены не помоет этот фар туда вокруг у вокруг печки в общем старается как может батью перемоется посуду которую как бы использовал сковородку оставит мне сковородка знаете чего я взяла еще и не не рассмотрел сначала потом присмотрелась очки то не взяла как всегда смотрелось ее можно быть посудомойки будет она чистить вот это что красные как бы вот эти вот в бортике да вот это мне не очень нравится еще хорошо бы крышку подобрать на 24 у меня должна быть это украинская сковорода крышка там тоже у нас было 24 сантиметра надеюсь подойдет парковки нет парковки всегда нет ну уже где-то стал не знаю не жаловался что искал парковку чем нужно там стать за детским садиком это у нас детский садик установила себя но не установила было приложение в телефоне фитнес называть сколько калорий день расходовать сколько ходить не такая работа как бы и на месте не стою да еще надо учитывать и физические нагрузки ну в общем установила себе 250 калорий день расходовать если пешком с работой идут а у меня все получается а если на машине туда обратно то бывает что чуть-чуть и не хватает пожалуйста как хорошо на улице просто прелесть мои покупочки и сковородочки такие вот что он такой голос как будто по мне знаете гемоглобин минус минус 0 написано легко очищение легко моется силиконовыми или деревянными лопатками где-то тут я видела что можно быть в посудомойке и и да вот вот этот значок указываю электрической индукционной и в общем яйца купила и вот сумма посудомочная машина пиландрюш вот такие шортики с карманами говорю что ты мне шорты купила без кармана тоже не верну как домашний костюм это было очень хорошая цена на них 34 злот 850 нормально выглядят они хорошо все тут пишу все посмотрела карман листочка карман листочка хорошо тут за крепочки такие специальные фальшивы гульфик шнурочек небольшой тут такой это 2 нитка и сзади кармашка осталось купить только футболку синюю и вот такие пантолет андрюш хочет такие лапти наверно хочет мечтает и говорит очень мечта более только excel и 50 это как раз внутри что моя хорошая паре кукурузку машина ужин сказал нам с арене кукурузу будет кукурузу и бутерброд а я буду гречку сарделька нарушаю на картошку сарделька делал салатик что сегодня сильно готовить не придется стоит читаю за эту сковородку идеальный старт приготовления медицинское антипригарное покрытие и равномерное приготовление еды что смогла перевела еще и легко моется прям в общем обещаю два года два года на то что она не развалится я вам так скажу у меня не балка сковородки кефали и вам помню то была подделка сам еще самом начале как только они появились у нас в украине очень очень давно тут андрюша почти почитал что тут есть что-то сковорода что-то он сказал платьем ну что-то как-то всякий крем индукции а для индукции не подходит видите а мне нету и так что очень андрюша сказал замечательная не тут это мнение все закончилось с этом со сковородкой готовимся вся в сковородах суть или засыпала уже как-то меня на быстро закончилась у тебя засыпала последний раз то можете просто маленькую пока или где-то пересыпала в какой-то метод как сказать какую-то емкость и деда поставила настоятельность стоит и молчит ищу я бегаю еще где где она есть ну все видите у меня помощник он развалился на заднем плане не видал он есть и как жизнь молодая неженатая хорошо съем сам тоже пыталась привести его на другой корм теряет весе в общем я думала 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 решила так я купила на корм я брала ему не повред как называется знаете уже где-то два месяца у меня нет месяц в месяц не номера или 2 2 пошли на на не на роял конине и он стал терять весе ну для возраста янца для его веса а роял конин там надо как-то порция да вот там например 60 грамм в сутки но нас же сыпят понимаете ешь ленте кушай кушай у него не было лишнего веса а сейчас я смотрю какой-то знаете сегодня я не попала макси зол заказывать на интернете тоже там уже два-три золотых понимаете выбираешь только со всего этого до 100 кур надо платить хотела найти рафи сухой попробовать еще ну наверно уже не буду рискать то что купила пакет корма стоит полтора килограмма дам уже найти девочки которая принесла мне этого котика от своей мамы там них восемь котов будет от яичка президента второй раз уже отдаю корм надо будет покупать ему роял конин все-таки и отмерять порции точно отмерять порцию и у меня есть такой мерочный стаканчик а там написано до сколько отмерять порцию и кормить саму а то у нас так приход зашел андрей на кухню как я не ел шесть дней янского ритмонусы зашла машинка он тоже это со то же самое расскажут что я же голодный дайте же мне поесть ну и я естественно кормлю потому что я знаю что это мое дело до его покормить не сдержанный как у полуза пахнет да пахнет машинку вкусненько сейчас вкусненько покушал еще надо осеньки клетку почистить машин хорошо что он на заднем плане в кресле вот ребята сковородки у меня есть и их уже помыла этого шкаф надо еще купить такой из фетра такое как это называется ну что вовнутрь сковородку положить чтобы можно было до поставить сверху еще одну хотят конечно такие как сковородки каска у которых отделяются ручки знаете так вот которая да мы тоже туда тоже надо между ней их перекладывать потому что ведь написано здесь что нельзя железными предметами для потихоньку крышки подошли крышки померяло все хорошо все замечательно те думал что мне завтра делать отдыхать или работать посмотрю по состоянию сам про как буду себя чувствовать если будет как бы самочувствие более-менее бодрая мне еще делом балкон ставим еще огород садить надо ниж семена лежат сегодня уже поздновато завтра позвоню андрюшиной маме расспрошу что там она раскроет пакетики при ней что она мне скажет там замачивать не замачивать еще землю надо купить потому что у меня земля для цветов и весь прошлый год она была как бы употреблении андрюшина мама сказала что не годится надо покупать специально для для того чтобы кушать да вот если ты будешь садить там помидоры огурцы то базилик то специальную землю покупать базилик или базилик базилик покупать для съедобных для растений таких которые употребляют в пищу ребят буду заканчивать видео потому что это я как-то сонная муха у меня нет аппарат измерения давлениями то еще как-то давал очки был когда луська у меня было и у нас был это как это вечерняя перемиривать там люди мы тебя померяем там люди мы тебя померяем да не хочу я говорю ну что я чувствую себя нормально чего умеете не с бабушкой там мерили а луська привет тебя так что танюша мне давала как тот мне было тоже так чувствовала себя как-то голова болела она мне давала мне пару дней полежала и потом я отнесла нас что ребятки буду с вами прощаться извините за ему такой голос как вам сказать не слишком активный и так самочувствие такое ничего бывает спать хочется жалова кружится я постараюсь завтра записать еще видео выпустить сегодня это выйдет уже поздно или я сейчас его просто смонтирую и медиатеку она добавится завтра утром буду загружать да потому что ну то уже ночи смотреть будьте ночи смотреть или нибудь это можно посмотреть в творческой студии youtube там видно когда больше всего просмотра выйдет в какое время сейчас поужинаем в душу и отдыхать а завтра вас бывает так что вот вы встаете на работу еле просыпаетесь еле поднимаетесь так спать хочется выходной день у вас поднимает не бывает енсик в основном меня поднимает у нас такой парень правда будет здорово машинка видеть мается чистота залог здоровья да я сейчас осеньку почистим клеточку ася ужасно любит макароны спагетти у меня спагетти такие макарошки не очень ведь это ну как ведь я только подхожу клетки она уже вся прям итальянская какая-то крыска у нас ну хорошо ребята с вами прощаться люди завтрашнее видео будет бодрее такой веселее и новый день новую возможность до новых встреч спасибо всем за комментарии спасибо за просмотры оставайтесь со мной вот не очень нужны мира всем здоровья и радости каждого дня всем пока пока